Гуляй, Россия! Гуляй, бой! Третий день голосования на выборах президента Российской Федерации совпал с праздником Масленицы. Так что был повод совместить приятное с полезным. Самые масштабные народные гуляния прошли в Щелковском городском парке культуры и отдыха. Здесь работали карусели, торговые ряды, гостей развлекали интерактивными программами и театрализованными представлениями. Масленица – старинный народный праздник, который наш народ продолжает отмечать до сих пор. В советское время его чаще называли «проводы русской зимы». Масленица отмечается в течение недели и предваряет православный сорокадневный Великий пост. Хотя появился этот праздник на Руси задолго до принятия христианства. Своими корнями он уходит в язычество и связан с Днем весеннего равноденствия. Наши предки в это время провожали зиму и встречали весеннюю. Православная церковь называет Масленицу «сырной седмицей». Готовясь к Великому посту, нельзя есть мясо, но можно и нужно сыр и другие молочные продукты. Есть несколько версий происхождения названия Масленицы, но все они, как можно догадаться, связаны с маслом. Умасливали весну, поливали маслом блины – неизменный атрибут праздника. К таковым можно также отнести гуляние, походы в гости, катание на санях, веселые песни. Одна из популярных традиций – сжигание соломенного чучела, которое тоже называют Масленицей. По поверью, пепел чучела закапывали на полях, чтобы вырос хороший урожай. Сейчас это просто символ проводов зимы и прихода весны. И еще одна сохранившаяся традиция приходится на последний день Масленичной недели – прощенное воскресенье. Люди просят прощения друг у друга за все обиды, которые нанесли за год. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.